Проект решения Ачинского районного совета депутатов о принятии Ачинским районом к осуществлению части полномочий по решению вопросов местного значения от Белоярского, Горного, Ключинского, Лапшихинского, Преображенского, Причулымского, Тарутинского и Истребовского сельсоветов. В настоящее время правоотношения по принятию к осуществлению части полномочий между сельскими поселениями и Ачинским районом на 2020 год урегулированы решениями Ачинского районного совета депутатов от декабря 2019 года и соглашения между администрациями сельсоветов и администрацией Ачинского района о приеме и передаче полномочий по решению вопросов местного значения, которые были заключены в декабре 2019 года. Срок действия решений по принятию к осуществлению части полномочий и соглашения о приеме и передаче полномочий по решению вопросов местного значения истекает 31 декабря 2020 года. Также принимая внимание пункт 4 статьи 15 Федерального закона 131 ФЗ об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации за органами местного самоуправления поселений закреплено право передачи последними части своих полномочий на уровень муниципального района. По сложившейся практике, а также в целях экономии бюджетных средств и кадровых ресурсов, профессионального сопровождения, исполнения полномочий. Полномочий предлагается принять к осуществлению часть полномочий по решению вопросов местного значения от вышеуказанных сельсоветов. Также хочется обратить внимание, что вышеуказанными сельскими советами принято решение о передаче к осуществлению части полномочий, закрепленных в данном проекте. Какие полномочия будут передаваться? Вообще, в принципе, или которые предусмотрены в проектах? Предусмотрены в которые. Давайте я могу озвучить конкретно. Следующие полномочия по решению вопросов местного значения. Это организация в границах сельсоветов электро, тепло и водоснабжения населения, водоотведения в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации. Обеспечение проживающих в поселениях и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан с жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством. В рамках данного полномочия на уровень района принимаются следующие. Принятие в установленном порядке решения о переводе или об отказе в переводе жилых помещения в нежилые, и нежилых помещения в жилые помещения, согласование переустройства и или перепланировки жилого помещения, утверждение административного регламента по предоставлению муниципальной услуги, прием заявлений и выдачи документов о согласовании переустройства и или перепланировки жилого помещения, организация строительства муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства на территории поселений, обеспечение жильем молодых семей в рамках реализации муниципальной программы молодежи Ачинского района в 21 веке, утвержденной постановлением администрации Ачинского района 14 октября 2013 года номер 922-П. Также разработка и утверждение краткосрочных планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на очередной трехлетний период. Следующая полномочия это составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, утверждение и исполнение бюджета поселений, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета в исполнении бюджета. В рамках данного полномочия передается введение сводной бюджетной росписи и кассового плана поселений с последующим внесением изменений в течение финансового года, составление и предоставление отчета о кассовом исполнении бюджета поселений в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации, а также исполнение судебных актов по искам к муниципальным образованиям Белоярский, Горный, Ключинский, Лапшихинский, Преображенский, Причулымский, Тарутинский, Истребовский, Сельсоветы в соответствии со статьей 242.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации. Следующая полномочия – это создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организации культуры, а также организация осуществления мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселениях, а именно организация мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселениях. Полномочия по формированию архивных фондов поселений, полномочия по владению, пользованию и распоряжению имуществом, находящимся в муниципальной собственности поселений, а именно подготовка проектов правовых актов по вопросам учета управления распоряжением приватизации, контроля за использованием имущества, а также организация подготовки и проведения мероприятий, направленных на проведение госрегистрации прав на имущество. Людмила Николаевна, скажите, вот Малиновский сельский совет полномочия в плане ЖКХ, я электротепловодоснабжение, водоотведение забрал на себя. Вот вы в бюджет Малиновского сельского совета на осуществление данных полномочий деньги какие-то заложили им или нет? Я как бы еще параллельно пока вы ищете, хочу сказать, вот ко мне глава Преображенского сельского совета обращался, Малиновского сельского совета. Они жаловали, что вырезали им финансирование, я конкретно не могу сказать по каким статьям, с чем это связано. Там жаловали, что на очистку дорог очень мало денег выделили. Если мы берем план мероприятий, который утверждает управление строительства жилищно-коммунального хозяйства, то там у нас Малиновский сельсовет не фигурирует, так как полномочия они не передают, они остаются на уровне сельсовета. Что касается средств, выделенных данному сельсовету, то им выделялась дотация на выравнивание за счет краевого бюджета, за счет местного бюджета. Дотация на сбалансированность им не предусмотрена, так как их бюджет сбалансирован по доходам и расходам с учетом вышеуказанных дотаций. Как эти средства распределяет сам муниципалитет, то есть сельсовет Малиновский, они уже являются распорядителями данных средств, поэтому направляют они часть средств на объекты ЖКХ, либо нет, это уже их право. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!